Христос при покаянии Закхея сказал «Ныне пришло спасение дома сему», цитируя Евангелие от Луки, «Значит ли это, спрашивает человек, что при покаянии одного члена семьи спасается вся семья?» Чисто практическая схема. Ваш папа работает в кочегарке и вечером после работы пришёл домой в том, в чём работал, и проходит по квартире, заходит в кухню, выполняет какие-то задачи, что-то делает, что-то трогает, пришёл, увидел ребёнка, обнял его. Вот то, в чём пришёл папа, будет касаться всех, потому что грязный пол за ним остался, что-то грязное, чего он затронулся, ребёнок, которого этот чумазый кочегар обнял, тоже будет на себя носить следы его любви. Всё, что касается папы, касается всей семьи. Другой пример пришёл – папа не совсем трезвый, или можно сказать, совсем нетрезвый, и ситуация в семье сразу меняется. Всё, что говорит папа, вызывает гнев или раздражение, всё, что он делает, вызывает какие-то последствия. То там разбилось, то там не так встало, не то сделалось, и конечный результат – это, как правило, дестабилизация жизни семьи и какое-то состояние раздражения, гнева и всего остального. Третий вариант – пришёл папа с храма, добрый, умиротворённый, завтра идти на литургию, готовиться к службе. Всё, что касается папы, касается и семьи. Дело в том, что все мы живём так, что всё, что касается нас, хочешь или не хочешь, касается семьи. Если мама принимает алкоголь, хочешь не хочешь, рождаются больные дети. Если мама ведёт ненормальный образ жизни в социуме, то хочешь не хочешь – от этого страдают дети. Это не потому, что Бог так устроил, потому что мама выбрала неправильный образ жизни. Вина не Бога, вина самого человека. И поэтому на самом деле… Ну, вопрос задан правильно. Влияет ли покаяние одного человека на жизнь всей остальной семьи? Да, влияет. От осины растут осины, от дубины растут дубины, от апельсины растут апельсины. И если вы хотите, чтобы ваши дети были ангелами, становитесь святыми. Помоги Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.